Интернет-магазин Клейстер приветствует вас! Сегодня мы листаем новинку от фабрики Александра Лори. Коллекция называется Provasse и здесь собран микс из тропических сюжетов, классических дамасков и геометрических орнаментов. Стартует каталог с, как мне кажется, главного, очень привлекающего внимания дизайна данной подборки. Таких вот слонов среди густых тропических зарослей на черном фоне. И в качестве компаньонов к этому сюжету предлагаются однотонны под штукатурку. Серебристы и черные с золотистыми вкраплениями. Интерьерные фото, как они выглядят в качестве самостоятельных дизайнов. И мелкая геометрия, ритмичная, динамичная, тоже может стать и компаньоном слона и существовать вполне самостоятельно. Мягкая фактура, на фабрике очень хорошо умеет имитировать фактуру ткани на обоях. Здесь однотон под текстиль, в модном во все времена оттенке taupe, посветлее и рядышком чуть темнее тон. Интерьерное фото самого первого дизайна со слонами на черном фоне. Два варианта цвета, геометрия, оттенки серого и коричневого. И со светло-коричневым как раз очень хорошо будут сочетаться однотонны taupe. А к серой геометрии предлагаются вот такие варианты. Белый, светлый, серый и просто серый. И в такой же серой гамме тропический дизайн со стилизованными слонами. И они же в интерьере. Текстура с минимальной фактурой. Обои очень приятные тактильно. И однотон к основному рисунку или соло имитация штукатурки матовые. Обратите внимание, не часто можно встретить обои под штукатурку без единой искорки, с блесточки. Еще пример геометрического сюжета в пространстве интерьера. И слонный в терракотовой зеленой гамме на белом фоне. Очень красивое сочетание цветов, приятное для глаз. Несколько оттенков штукатурки. Белый и два бежевых. Посветлее и потемнее. Монохромный вариант тропического сюжета. Такой нейтральный для активного декора комнаты. Еще геометрия в оттенках шоколада. Нейтральный фон под текстиль. И вот так выглядит дизайн со слонами на белом фоне в пространстве стены. Тоже коричнево-зеленая гамма, но оттенки по приглушении в сравнении с предыдущим тропическим дизайном. И фоны под штукатурку. Белый, нежно-зеленый и светло-бежевый. Эстетичный дизайн, выдержанные тона, шикарная проработка сюжета. И здесь слоны на светло-бежевом фоне, а слева на белом. Еще порция интерьерных фото и структурированная геометрия в бежевой гамме. Светло-светло-бежевый однотон под текстиль. Продолжается тропическая тематика. Слоны и растительность на светло-сером фоне. Немного он отдает в голубой. И два варианта штукатурки. Серый и нежно-голубой. Они и к слонам, и к геометрии в компаньоны подойдут. И сами по себе могут прекрасно существовать. Однотон светло-серый. И здесь подборка фонов под текстиль. Варианты плетеной ракушки. И здесь поверхность достаточно фактурная, детально проработанная. И неплохой выбор оттенков. Нежно-зеленый, светло-бежевый. Бежевый чуть темнее. Светло-коричневый. И вот так выглядит в интерьере этот дизайн. Здесь оттенок ближе к светло-сиреневому. Нежно-голубой и темно-серый. И он же на интерьерном фото. И еще одно дизайнерское решение. Дамаски в виде переплетения растений. В центре крупные бутоны. Фактура минимальная. Рисунок больше графически проработан. Смотрите, как много разных деталей. А вот фон как раз имеет небольшую фактурность. И вот такая имитация сжатой ткани. Два фона в оттенках серого. И более нейтральный сюжет в монохромном исполнении. И его пример на интерьерном фото. Еще один фоновый вариант. И кажется, что это очередная обычная текстильная тема. Но посмотрите поближе. Тут проступают легкие очертания мелких графичных ромбов. Очень интересное решение. И оно представлено в нескольких оттенках. Дамаски в золотисто-кремовых тонах. Очень нежно и элегантно смотрится. Три текстильных фона. Светлый беж, бежевый чуть потемнее и приглушенный коричневый. И интерьерное фото, на котором хорошо понятен масштаб рисунка. И он, как мы видим, весьма крупный. Еще два фона под текстиль с законспирированной геометрией. Светло-серый и светло-коричневый. Еще растительный дамаск на нежно-зеленом фоне. Очень красивый благородный оттенок. Однотон тоже в подобном оттенке. И появляется еще один интересный фон. Геометрия. Вот лично мне напоминают римские цифры. Полотно кажется очень фактурным, но на самом деле нет. Ну вот такие отдельные палочки чуть выступают над поверхностью. А в целом здесь просто очень хорошая проработка текстуры и теней. Оно прям гладенькое. Цвет нежный-нежный зеленый. И вот этот дизайн в интерьере. Как будет смотреться, нам показано. Серебристые дамаски. И фон под текстиль. Такой серенький. Еще один геометрический мотив. Здесь и фон представляет собой абстрактный геометрический 3D сюжет. И орнамент на нем. Такие остроконечные ромбы, выполненные в технике вышивки. Фон без ромбов. И вот его наглядное изображение в интерьере спальни. И еще один геометрический сюжет. Тоже вроде бы трехмерный, но за счет текстур под дерево и нейтрального оттенка смотрится, в общем-то, не броско. Три варианта геометрии с горизонтальными полосами. Белоснежный, светло-серый и серый потемнее. Они все довольно светлые, эти серые оттенки. Вот так дизайн с ромбами выглядит в интерьере. Еще полотна с объемными геометрическими кубами и текстурой дерева. Белая вариация горизонтальных стилизованных полос. Рядом два оттенка тауп. Посветлее и потемнее. Такой оттенок в интерьере мы видим довольно часто. Он не выходит из моды. Название пришло из французского, откуда четкого понимания нет. Тауп это и розинка, и цвет меховой шкурки европейского крота. Кому какой вариант больше нравится, но главное, что оттенки очень благородные и беспроигрышные. И перешли мы к трехмерной геометрии с ромбами в медных тонах. А без ромбов фоновый вариант. Вот так выглядит в интерьере. Еще более активная вариация на тему трехмерного дизайна. Графитовый оттенок, бронзовые полосы ромбов. И что, конечно, поражает, так это проработка деталей. Кажется, что вышивка выпуклая и фактурная, но полотно абсолютно гладкое. Интерьерное фото с геометрическими фонами. И в заключение четыре цветовых решения с горизонтальным рисунком. Белый, светло-серый, пастельный синий и глубокий синий, наверное, даже его индиго можно назвать. Обои виниловые на флизелине, метровой ширины, стойкие к свету, к влаге. В общем, весьма простые в уходе. Производственные мощности фабрики находятся в Южной Корее, а дизайны разрабатывают итальянцы. Если вам что-то приклянулось из каталога, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Поможем в приобретении обоев. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго!